Ассай, здравствуйте. Привет, Борис. Привет, Борис Плаксин. Привет, дорогой мой. Да, давай поговорим. Ты же у нас актёр. Актёр какого театра? Пускай все его узнают, потому что у нас в школе человек будущего хомофутурус очень этим интересуется. И театральной деятельностью, и как входить в образ, и как выходить из образа, потому что Шекспира очень я люблю тоже. Вы же говорил, что мы в жизни все актёры, и так далее, и так далее. То есть это не только на сцене, правильно? И поэтому очень многим интересно будет. Есть такие моменты, как быстрее войти в роль, и вообще, и как выйти, потому что некоторые как пойдут в роль, так не могут выйти. Ну давай, расскажи. Ну, меня-то эта тема интересует тоже не только в театре, но и в жизни, потому что в жизни мы же тоже постоянно, то, что вот вы цитаты Шекспира привели, это же действительно очень интересно, потому что в жизни мы же постоянно играем, постоянно, в течение дня разные роли разыгрываем, и это происходит неосознанно. И мы играем гениально. В театре, в театре это сложнее, потому что в театре это происходит искусственно, да? То есть там надо по заданию в какое-то время настроиться, настроиться именно в тексту роли самой, в образ роли войти, в задание. Я должен, я должен действительно сыграть, как будто я не играю. Вот мы же сейчас тоже с вами какие-то роли играем, да? Но мы об этом не задумываемся. Вот. Я как раз задумываюсь, хорошо ли я выгляжу, рубашечка какая, причесочка там. Я примеряюсь с представлением о своей роли, которую я сейчас. И в соответствии с этим внутренним зеркалом, как бы я примеряюсь, регулируюсь, настраиваюсь именно, чтобы я так выглядел, а не иначе. А вот если бы я вас, если я бы вас попросил и сказал бы, Касая, давайте заново сыграем, вот как, как будто заново созвонились, как будто вот начали говорить, начали что-то обсуждать, вы мне задали вопрос, мы проговорили пароли. То есть сыграть самого себя, но уже по заданному, да? У нас же сейчас все естественно. То есть там в каком-то месте именно не те слова сказать, а вот именно те, которые прописаны, которые я сейчас уже говорил, повторить их. Но это все равно, как фотографируешься. Ты можешь... Сажать так, как будто я их говорю только что придумал, да? Первый раз. А я тут уже много раз говорил. Это интересно. Слушай, а ты можешь сказать мне, ты ключом занимайся, да? Какое из приемов ключа тебе больше всего понравилось и для чего? Например, для жизни и для вхождения в образ. Что ты, например, что ты себе подобрал? Это очень интересно, потому что есть... Вот я как раз сегодня об этом думал, что есть ключ и есть система ФА. Я это разделяю в две методики. Я не знаю, может быть, вы скажете по-другому, но для меня это две разные методики. И я сегодня подумал, что ключ меня успокаивает, а система ФА меня бодрит. Вот такая вот интересная разница. Ну, включая, это просто разные части. Там же есть и синхрогимнастика, которая бодрит. И там же есть и ФА, формула ФА, формула автоматизации начатого действия. Там специальная формула. Ты ее часто применяешь, да? Ну, регулярно, да, особенно в последнее время. Собственно, вы меня не так давно с ней познакомили. Мы сняли на это... Сколько прошло времени? Ну, я думаю, пару месяцев точно прошло. И ты регулярно имеешь в виду раз в полмесяца или раз в день? Нет, периодами, периодами. Ну, вот даже в последнее время я вам, по-моему, рассказывал, что просто какая-то там проблема бытовая была, которая меня вдруг завела, и я понимал, что я глупо на эту тему завожусь, а ничего сделать с собой не могу. И мне вот просто в голову пришло, а дай-ка я систему ФА сделаю. Я делал ее сколько? Ну, 20-30 секунд, минут. И удивительно, то есть то, что меня тревожило, эта проблема, опять же, глупо тревожило, но я ничего не мог с собой сделать. Я абсолютно об этом стал спокойно думать. И на следующий день эта проблема сама собой решилась. Я уж не знаю, связано это как с системой ФА или нет, но так произошло. Слушай, а насчет роли, вот это бытовая ситуация, я понимаю. Ну, скажи мне, а раньше ты пользовался ключевыми приемами, успокаивался. Вот в чем разница была? Вот ты говоришь, здесь за минуту я... А, как бы проблема разрешилась, не просто успокоился. Ну, хорошо. Я не знаю, почему разрешилась проблема. Успокоился я, буквально пару раз сделав ФА. Вот буквально. Ключ я делаю дольше. Я делаю минут 10 обычно. И наступает момент как бы автоматизации, да, когда движения становятся автоматическими. И в какой-то момент вот наступает вот такое абсолютно расслабление, голова пустая, транс. Я могу поднять руки. Мне нравится вот в этот момент просто как бы поднимать руки, как будто они у меня всплывают. Потом там входят. Ну, левитация, как будто сами всплывают. Да, 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 левитация. Вот. Ну, это опять же, это где-то минут 10, и состояние абсолютно вот, ну, безмыслия, спокойствия и пофидизма. Мирвана, да. А при системе ФА это мой опыт. Во-первых, это намного быстрее. И, во-вторых, чуть-чуть другое. Опять же, возникает желание действовать, такая свобода. Вот я же, видите, я вспомнил, у меня это состояние уже появилось. Ну, это потому, что ключ я создал очень давно. А как раз-таки методика формулы ФА, это как раз-таки последнее достижение, это уже из раздела ключ-2, элемент, один элемент из раздела ключ-2. Поэтому, естественно, он быстрее и так далее. Очень интересно, как ты это делаешь, и можешь ли ты как, ну, знаешь, как, чтобы было это для меня тоже показательно и убедительно, и для всех, и для тебя тоже еще раз. Например, ну, я же человек наукой занимаюсь, и мне обязательно нужны какие-то доказательства, как действительно меняется что-то, не меняется что-то. Но мы сейчас это будем делать без приборов и химических анализов. А просто реально посмотреть, например, можешь ли ты, допустим, фоновым мы сейчас запишем какой-то кусочек творческого самовыражения из какой-то, ну, сценической какая-то деятельности, из театра, допустим, или песня, или там стихотворение, или какая-то реплика, ну, что угодно, или кусочек какой-то сценки. До, потом фа, и потом после, чтобы мы сразу увидели разницу. Можешь ли ты, или ты сейчас не готов? Почему? Давайте попробуем, с удовольствием. Ну, давай придумай, что ты будешь показывать. Ну, я не знаю, наверное, стихотворение, я думаю, что я прочитаю. Тем более, я сейчас подумал, есть стихотворение, которое, мне кажется, оно как-то коррелирует с той системой и с той философией, о которой вы говорите. Интересно. Вы бы, наверное, знаете, оно на самом деле известно. Но ты подыгрывать не будешь, чтобы фоне похоже сделать, а после фоне подыгрывать не будешь? Нет, все как пойдет. Ну, хорошо. Может, наоборот. Может, сейчас хорошо получится, а второй... Интересно. Давай попробуем. Давай. Это здорово. Давай попробуем. Ты мне скажи, когда ты начинаешь, когда что, чтобы я тебе не мешал. Давайте я просто начну, и все. Давай. А если ты спокоен, не растерян, когда теряют голову, вопрос. И если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг. И если ждать умеешь, без сомнения... Забыл слова. Ну, ничего, нормально. Ну, нормально, забыл слова. Ну, хорошо. Посмотрим после факта, как будет. И если... Да, можно я попробую докончить? И если ждать умеешь, без сомнения, не станешь ложью отвечать на боль. Не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь. И если ты способен все, что стало тебе привычным, выложить на стол. Все проиграть. И все начать сначала, не пожалев того, что пряжешь. И если можешь сердце, нервы, жилы так завести, чтобы вперед нестись, когда с годами изменяют силы, и только воле говорить, держись. И если можешь быть в толпе с собой, при короле с народом связь хранить, и уважая мнение любое, головы перед Молгоем не склонить, и если можешь мерить расстояние секундами, пускаясь в данный свет, весь мир тогда получишь расстояние, и будешь называться человеком. Вот, что там. Хорошее стихотворение, да, хорошее. Слышали? Да. Хорошее, да. Это кто? Это Киплинг, стихотворение называется «Если», это перевод маршака, он очень любит. Хорошее, да, хорошее. Как говорю всегда, в таких случаях, мой друг Кейн, мне понравилось. Хорошо, слабо. Так, ну, теперь ты сделаешь формулу ФА и снова прочитаешь, да? Давайте, давайте. Ну, кто не знает, что такое формула ФА. А потом на отдельных вебинарах и на открытых онлайн-интросессиях рассказывали несколько раз. И потом тоже еще раз я объясню, потому что то, что делает сейчас Борис, это антистрессовая подготовка перед другой деятельностью, где требуется решить многосложную задачу, в которой много противоречивых компонентов. Он моделирует по существу физическим путем, с помощью движения, моделирует сознательно, бессознательные механизмы мозга, которые работают у большинства людей, в процессе принятия решений. Он просто моделирует то, что лежит у нас в мозге, внутри глубин мозга, в бессознательном механизме, как мы готовимся к чему-то. Он моделирует сознательно. И через это помогает мозгу лучше справиться с задачей. Ну, посмотрим. Давай. Ну, давай, Боря. Я пока рассказывал тут маленькую капельку теории. Да, я слышал. Еще раз. Ну, давай. Давай. А если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг. И если ты себе остался верен, тогда в тебя не верит лучший друг. Если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью, отвечать на ложь. Не будешь злобен, став для всех мишеньем, но и святым тебя не назовешь. И если ты способен все, что стало, тебе привычно, выложить на стол, все проиграть, и все начать сначала, не пожалев того, что приобрел. И если можешь сердце, нервы, жилы, так завести, чтобы вперед нестись, когда с годами изменяют силы, и только воля говорить держись. И если можешь быть в толпе собою, при короле с народом связь хранить, и уважая мнение любое главы перед молгоем и стране. И если можешь мерить расстояние, секунды не впускайся в дальний бег, весь мир, тогда получишь достояние и будешь называть человеком. Ну, мне понравилось, мне понравилось, ты был энергичнее, ничего не забыл. Это во-первых. Это хорошо. Да, это очень хорошо. Это очень важно. Во-вторых, во-вторых, ну, конечно, может быть, такое случается, если первый раз я когда слушал, я, честно говоря, не очень дослышал некоторые слова. Это первое. Во-вторых, я не мог отдельные фразы сложить в целостную картинку стихотворения. То есть смысл мне не совсем давался, я поэтому тебя и спрашивал, мне понравилось, но я не понял, кто это, откуда это. Сейчас я слышал все отчетливо, то есть энергия в голосе была. И у меня легче складывалась картинка, да, легче. Я думаю, вот интересно, а если бы ты просто делал хлест, например, перед тем, как прочитать стихотворение? Или лыжника, упражнение из синхрогимнастики по методу кочки, или другие упражнения какие-то. Ты не пробовал? Может быть, и без формулы? А перед выступлением? Ну вот перед таким, например, чтением стихотворения, если бы ты не формулу ФА применил сейчас, а просто хлест. Мы же говорим там по стихрогимнастике, выключу, что можно хлест делать, лыжника сделать, шалтэ, болтай там, дозировать, раскрепощение, снятие нервномышленных зажимов. То же самое мы делаем. Ну, я хочу спросить, а ты так пробовал? Нет. Нет. Вы имеете в виду какое-то упражнение из синхрогимнастики? Да, перед выступлением. Нет, не пробовал. А, не пробовал. Ну давай мы так сделаем, я тебя тогда очень прошу. Ну, лично я видел разницу. Да я и сам видел. Да. Вот, это главное. Во-вторых, я тебя попрошу, мы с тобой еще раз так встретимся, а ты попробуй то же самое сделать. Ну, вот сейчас формулу ФА применил, и сразу на 100% убедительно была одна разница. Но ты попробуй сам. А поскольку у нас в школе все знают приемы хлест руками по спине, шелтая, болтая, выждник там и прочее, вис там и легкие танец. Все эти приемы знают по минуте, по полтора, которые вырабатывают навыки раскрепощения, да? Ты попробуй их сам попроменять перед выступлением. Вот в этой системе, как мы сейчас делали. Да, и потом мы с тобой встретимся, допустим, дня через два-три, как у тебя время будет. И ты нам все расскажешь. Ну, в целом получается... Вместо формулы ФА, вместо формулы ФА, да? Вместо формулы ФА, да. И посмотри, какой-то, может быть, у тебя прием, ты подберешь удачный для себя, который тебе заменит формулу ФА. А зачем мне ее заменять? Ну, потому что у нас в школе многие знают, что, в принципе, там можно перед актерской деятельностью, и перед соревнованиями, и перед экзаменами, и перед переговорами. Ну, просто снять нервномышленный зажим, просто хлёстным, например. А почему, если формула ФА делает то же самое, почему ее заменять? А, в этом смысле. Ну, я просто не понимаю, почему вы говорите. Ну, да, потому что, вот почему. Потому что человек, который уже знает, допустим, упражнение хлёст перед выходом на сцену, или перед экзаменами, или там перед прыжком в воду, если он уже знает, научился уже у нас, у него возникнет вопрос, зачем мне формула ФА, когда я обухлёстываю? Мы просто в разных положениях, и у меня в обратную сторону. Зачем мне хлёст, если у меня есть формула ФА? Ну, понятно. Дело в том, что у нас же тысячи-тысячи людей, которые метод ключ осваивают. Очень много, и не только в Москве, но и в разных странах мира. Кто-то раньше освоил ключевые приёмы, там, шелтая болтая, или вообще ключевые приёмы, выйти на гармонизирующий биоритм, там, по первым книгам, там, или по телепередаче. Сейчас он посмотрит и скажет, ну, я же это делаю вот тем приёмом. Потому что я же имею большую аудиторию, тысячи-тысячи-тысячи людей. Они мне постоянно пишут письма, там, всякие вопросы, там, и в скайпе, и в ватсапе, и в вайбере, и звонят. Я почти семи вечера сажусь вот так, и всё время только этим занимаюсь. Это море, море всяких вопросов, отзывов. И, конечно, благодарности. Это для меня волшебное зеркало. Я как сяду, у меня сразу настроение поднимается. Море человеческих любви. Потому что они этим занимаются и получают результат. Вопрос заключается в том, что люди-то все разные. Да. И у кого-то возникает вопрос, зачем мне эта формула ФА, когда я делаю там другие приёмы. То есть я разговариваю с тобой, я уже имею в виду всю аудиторию. Я понял. Потому что у нас с тобой получилось, как беседа о подготовке актёров. Чем занимались Чехов, Михаил Чехов, Станиславский. Но они, к сожалению, ещё было всё-таки не 21 века. Они, к сожалению, не знали этих формул ФА, там, или Хлёст, там, или психрогимнастики, по-моему, как и так далее. И даже восстановительные части не знали. Но они, они занимались тем же самым. Они занимались именно проблемой зажатости, проблемой снятия нервно-мышечных зажимов. Потому что они прекрасно понимали, что это самая большая проблема. Нервно-мышечные зажимы – это проблема между психическими и физическими процессами. Несогласованность. Поэтому возникает зажарность. Потому что напряжение большое, чтобы согласовать. Но они не будут сейчас этой лекции. Ну, как раз-таки Чехов и Станиславский этим занимались другими приёмами, другими упражнениями. Ну, например, я видел, со школы Чехова приезжали в Москву, это было там лет 10 назад, и по телевидению показывали. Я видел, что они показывали. Ну, они показывали и то, что я делал лет 30 назад. Они, конечно, не знают формулу ФА, там, и хлёстом, этого ничего не знают. Потому что за это время годы прошли. Я даже думаю, если бы мы сейчас встретились со Станиславским и Чеховым, такой был бы праздник. Они бы сразу ловили, они бы сразу ловили, потому что они всю жизнь изучали эти вещи. Они даже изучали йогу. Да-да-да. А с Чеховым интересная ситуация была. Когда у него было расстройство нервной системы, у него, как говорится, потерялся порядок в нервной системе. Его друг познакомил с гипнотизёром. И он ходил там несколько сеансов гипноза, понимал. Об этом он написал, написал. И после этого у него всё восстановилось, порядок наступил. Он опять восстановился, как целостность. Очень интересно у Чехова написано. Так у нас это делается с помощью метода ключ из гипнотизёра. Так это бы он сейчас увидел, это вообще было бы потрясающе. Он бы сразу вспомнил, а зачем же я тогда в гипнотизёр ходил. Вот оно в чём дело. Вот. Поэтому эти приёмы как раз в технику работы актёра над собой входят. Я очень сожалею, что Станиславский и Чехов, они имели узкую аудиторию. Для актёров. Для актёров. А на самом деле это нужно для каждого. И тем более в наше время, потому что стресс большой, времени у людей мало. Самое интересное, даже Маркс говорил, что все революции происходят для того, чтобы в конечном счёте освободить человеку личное время. Но личное время – это когда он может остаться наедине с самим собой, не будучи постоянно подвешенным на необходимость непрерывного реагирования на все сигналы, которые поступают. И, наконец, почувствовать, кто он есть, чего он хочет, как этого достичь. Но это же есть человек разумный, хомо-сапиенс. Чтобы хомо-сапиенсом быть, а ты говорил, человеком быть, вот по киплингу сейчас. Но чтобы быть человеком, надо же хотя бы на пять минут в день любому человеку, особенно в большом шумном городе, уметь научиться, освободиться от всех этих сенсорных сигналов, от этой суеты, проблем, тревог, беспокой, зня, и выйти на самого себя, и задуматься. Да, ну вот сейчас ты представь себе чипирование, да? Не свобода. А что такое свобода? Свобода – это состояние, когда ты хочешь, думаешь о чем-то, о чем думается, и делаешь то, что ты делаешь. Правильно? Свобода. А тут получится, что никто не свободен, потому что у тебя появляется некий цензор, который все время тебя контролирует, и это уже не просто так. Ну, я с точки зрения психофизиологии говорю, как будет развиваться человечество, если оно будет зачипировано. Находиться в постоянном таком двойном контроле. Он и так себя контролирует, у него очень много табу. Он знает, что нельзя матом ругаться. Он знает, что там нельзя того-то, он знает, что нельзя улицу на красный свет переходить. Он зачипировал воспитание. Да. Ну, а тут к воспитанию, к морали, к совести, к достоинству, к чести еще прибавляется дополнительный технический элемент. Это вообще-то называется презумпцией виновности. Вот почему власть обычно не дает людям свободу. Почему она хочет контролировать? Я не критикую власти, я просто объясняю механизм. Потому что у нас презумпция виновности. То есть вот если сейчас собрать весь народ и сказать, хотите дать людям свободу, да, у них у всех, у людей сразу возникнет в голове впечатление, да как же можно давать свободу? Тогда люди начнут улицу на красный свет переходить. Это презумпция виновности. Это значит зачипированность, условно говоря, нашего сознания тем, что человек-то по существу нехороший. Вот дай ему свободу, и он натворит такое, таких бед и безобразий. Вот это называется презумпция виновности. Уже заранее зомбированность такая, что человек по природе нехороший. Ну это, конечно, воспитание по впечатлениям репрессий в свое время, геноцидов различных. Ну так воспитывать. Ты не согласен, что в человеке есть в любом и хорошее, и плохое? Конечно, есть и хорошее, и плохое. Все дело в том, что востребуется. То, что востребуется, наша школа, человек будущего, хомофутография, обучается востребовать, востребовать. Позитивное. Что самое главное в человеке? Это то, что написано во всех религиях. Это способность, любовь, это творчество, это сопереживание, чувство чужой боли, чувство бесценности жизни. Вот эти главные базовые вещи, как раз таки Бог в человеке, это творчество, это любовь. И к любому человеку спросили, что такое Бог? Он скажет, это любовь. Ну а если раскрывать это, и получается свобода. То есть человек по природе. По природе. Если он свободен, если у него есть лишнее время, то он по своей природе хороший. Это только вот люди, которые испорчены, допустим, наркотиками, или какими-то препаратами, или родовыми травмами, или негативным агрессивным воспитанием. Они могут быть плохие. А нормальный человек, нормальный человек, психически здоровый человек, он по своей природе хороший. Почему? Это же он по своей природе творец. Ну поэтому в Библии написано, вот это наблюдение, многоточелетнее наблюдение за природой человека, позволило людям сформулировать. И в Библии написано, «И решил Бог создать человека по своему образу и подобию». Но Бога-то никто не видел. Но если ты понимаешь, что это Создатель, стало быть как Творца. Да. Итак, вы интерпретируете эти слова. Вы интерпретируете слова по образу и подобию как такого же Творца, как сам Бог. Ну да, да. «И решил Бог создать человека по своему образу и подобию». То есть это вот констатация, что человек творец по природе. Это констатация, которая возникла из тысячелетней наблюдений за поведением людей самых разных. Вот эта формулировка, она в Библии написана. «И решил Бог создать человека по своему образу и подобию». То есть как Творца. Поэтому Бог человек — это любовь, это Творец. Ну а вот эта презумпция виновности, что нет, людям нельзя давать свободу. Обязательно будет какая-то анархия, обязательно будет какая-то там непонятно что там. Вот этот вот страх власти дать людям свободу — это от презумпции виновности. Воспитанные у них, воспитанные у них вот этой линии, что человек не творец. Ну это, кстати… Это, видимо, еще и от страха идет. И от страха идет. Конечно, и от страха, и от много чего еще идет. Потому что еще есть один конфликт такой. Почему свободного художника власть не будет? Потому что они думают, что свободный художник — это кто? Нарушающий власть? Нет, не тот. Потому что свободный художник подчиняется высшей власти, здравому смыслу и чувству гармонии. Это высшая власть. Это законы природы в нем. В нем, как говорил Кант, звезды над нами и этика внутри нас. Вселенная же едина. Законы природы — хочешь, не хочешь, никакая власть отменить не может. Это же, говоря на языке религии, это будет воление Божье. Закон природы — это воление Божье. Это неуклонно, неодолимо. Хочешь, не хочешь — это так. Это закон природы. На языке науки — это закон природы. На языке религии — это воление Божье. Никто не может это отменять. Хочешь, не хочешь. То есть так и есть. Так вот, как раз-таки свободный художник, он как раз-таки подчинен более высокой власти, здравому смыслу и чувству гармонии. А вот эта современная власть в тот или иной период времени, тысячу лет назад или там 50 лет назад. Она же меньше вот этой высокой власти. И она все время в этой конкуренции перед той высшей власти. Понимаешь? Она вот поэтому, она в этой конкуренции. Да. И так получается. Ну, и это целая большая история. Ну, я за то, чтобы мы благовесть такую, что человек по природе хорош. Да. Что, да, на самом деле. Если он высыпается, допустим, но если он не замучен неправильными действиями, если его родители давали ему в детстве хорошее воспитание, в плане хвалили за хорошие поступки, они постоянно ругали за плохие. И самое главное, не ругали его за вопросы, которые ребенок задает. Потому что ребенок растущий, чтобы стать хомо сапиенс, чтобы стать человеком, у него каждую минуту возникают вопросы. Если каждую минуту ему, вместо того, чтобы каким-то образом отвечать на них, вместо этого бить по голове, отстань, нет времени и так далее, у него вот этот вопрос, как это называется, вопросителька, да, или как, ломается. И он перестает мыслить. Так это же есть зомби. Человек, который, потому что, как сказано, что-то, я мыслю, значит, существую. А он не мыслит. Он исполнитель. Ему это вырубили. Ну, очевидно, что таким человеком управлять легче. Ну, да, да. Но это происходит непроизвольно. Это в самой структуре. У нас же как торт Наполеон. Вот это структура жизни. Вот это вот социум, так называемое. Там миллион надмирных связей. И это все внутри нашего мозга. И эти табу, эти чипы. Да, и мы давно люди зачипированы этими репрессиями предыдущими, несправедливостями. Эта жизнь, те табу, называется табуизм. Ну, это целая история. Ну, мы сегодня говорим о подгазовке. Боря, хорошо, спасибо тебе огромное. Ты, пожалуйста, если тебе несложно, предупреди мне потом, когда ты будешь готов, проверишь, когда ты упражнений. Проверишь свои впечатления, расскажешь. Ну, ты вообще тресхожи свой театр, где ты работаешь. Московский небольшой драматический театр. Это очень великое название, да? Да. Московский небольшой, Московский небольшой драматический театр. МНДТ. А где он находится? Это рядом с метро Щелковская, улица Уральская, дом 21-12. Ой, как замечательно. Ладно, тогда спасибо тебе, Бен. Да, и спасибо большое за очередной урок. Не, ну так вышло, ты уже извини, что я вмешался в процесс вот этой вот морали, мораль, какими дети рождаются, как воспитывать и так далее. Это, кстати, на самом деле для меня тоже очень интересная тема. Просто сейчас, если в нее уходить, это нужно еще одну конференцию открывать. Ну да. Хорошо, тогда обнимаю, до встречи. До встречи. Пока. Спасибо, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо.